Так, вот это чудо присосалось к моей руке и уже минут десять, наверное, сосет. Причем с такой силой, что ее не оторвать. Это у нас маленькие волкособики очень высокого контента с большим процентом полярных и арктических волков. Девочка и мальчик. В памяти всего два щенка оказалось, зато такие пухлики, крепенькие. Им сейчас где-то 13 дней, 14 сегодня, ровно две недели исполнилось, у них уже, как видите, открыты глазки. Пытались их вот... Вчера они целый день очень плохо сосали бутылку, смесь молочную. Сегодня уже прям накинулись на нее с таким волчьим аппетитом и покушали замечательно. Но мы их сейчас не перекармливаем, чтобы желудки не растягивать у малышей. Это тоже главная ошибка, кто выкармливает всяких детенышей, что перебарщивают. То есть у щенок, чтобы насытиться, у них надо сосать и много и долго. Собственно, поэтому она сейчас сосет мою руку, чтобы у нее вот этот сосательный рефлекс... То есть они как бы эмоционально насыщаются, чем дольше сосут. А из бутылок, обычно там эта дырочка, из которой поступает молоко довольно большого диаметра и, соответственно, молоко поступает быстро и они очень быстро насыщаются желудком, но не мозгами. И поэтому частая ошибка вообще новичков в том, что они дают щенку больше нормы и потом у щенков... Ну, мало того, что как бы всякие бывают сдутия, поносы и так далее, так помимо этого еще растягивается очень сильно желудок и волчата становятся такие как все время голодные. То есть у них очень сильные пищевые рефлексы, в том числе защиты еды. И они все время такие прожорливые, ненасытные как бы. Это не очень хорошо, соответственно. Поэтому при выкармливании малышей надо уделять очень много внимания, времени, чтобы они что-то сосали. Но либо делать очень такую дырочку маленькую на бутылке, чтобы они именно это долго высасывали это молоко. Потому что в природе им надо приложить достаточно много усилий, чтобы получить вот эти вот капельки молока из маминой груди. Вот. И вот, честно, учитывая, как она сейчас мусолит мою руку, там селища у них такая, мама не горюй. Мне кажется, ее поднять можно. Так, вот. Постараюсь почаще малышей снимать, рассказывать вообще, как их правильно социализировать, как выкармливать. Выкармливаем их смесью Royal Canin для щенков. Я считаю, что для вот волчат всяких, тигрят, я не знаю, это наиболее лучшее из того, что есть на российском рынке. Вот. Потому что, ну как бы в Европе есть еще более лучшие смеси, но у нас, к сожалению, достать тяжело. Вот. Но вот из всех Royal Canin самый такой нормальный. Потому что Biofarm мне тоже не очень понравилось, как щенки на нем развиваются. Не рекомендую выкармливать козьим молоком или коровьим или там детскими смесями. Потому что, потому что, ну, козье коровье молоко очень часто бывает со всякими бактериями, да. Но если говорить о свежем молоке, да. То есть даже когда вот там мешают с яйцом, да, чтобы более питательности подбить к сучьему молоку. Вот. Так, это не упадет там у нас братишка ее. В общем, в молоке и особенно свежим козьим, ну вот, часто выкармливают, бывают различные бактерии, от которых у щенков тоже развиваются дизобактериозы. Они начинают поносить, похудеть и могут заболеть и вплоть как бы до летального исхода. Вот. Понятно, что организм у них покрепче, чем у собак, но бывает всякое. И волчата, в том числе, не исключение, которые, ну, скажем так, потом лечились очень долго из-за некачественного молока. А если молоко обеззараживать, то оно, по сути, становится пустым. Вот. И уже не такое, как бы, полезное, питательное. Вот. Поэтому я все же за, вот, ну, за выкармливать со смесями специальными, которые разработали непосредственно для псовых, для собак. Вот. А мы им вчера прогнали глистов. Тоже, что рекомендуют, огнать обязательно глистов. Где-то вот, ну, в две недели, не позже. Потому что мы ставим в месяц уже первую вакцинацию щенкам на бивак папе. Вот. И до вакцинации они должны уже быть проглистогонены, желудки чистые. Вот. И, ну, кишечник. И, соответственно, как бы тогда вакцина лучше возьмется. Это раз. А во-вторых, как бы, ну, и сами щенки лучше набирают вес, если им никакие паразиты не мешают. Вот. Для профилактики, скорее всего, дадим стопкоокцит им. Ну, сейчас посмотрим по стулу, если какие-то будут непонятки со стулом, скорее всего, еще стопкоокцит дадим. Сейчас, ну, сейчас пока у девчонки очень хороший стул. Пацана был такой, ну, жидковатый, на мой взгляд, когда мы его только-только забрали. Еще даже они не ели у нас. Вот сейчас посмотрим, как он на смеси будет. Если стул не восстановится, то надо будет им стопкоокцит еще дать. Вот. Ну, и потому что у них бывает тоже плавает стул из-за глистогонки, как бы, да. Ой, вернее, из-за глистов. Ну, из-за глистогонки тоже, да, соответственно, из-за, ну, как бы, питания матери. Вот. Поэтому сейчас вот два дня посмотрим, как они. И, если что, потом еще стопкоокцит им дадим. Это тоже, как бы, ну, для профилактики различных кишечных заболеваний. Вот. Ну, в общем, пока щенки вот такие маленькие, надо как можно больше их гладить, чесать, чтобы они постоянно чувствовали запах человека, руки человека. Проводились исследования на крысах, что вот самки, которые десеныши своих бросают, да, там как-то или все время в стрессе находятся, или, как сказать, ну, просто мало ухаживают за детенышами. Они вырастают более пугливые, нервозные, осторожные, чем те крысята, за которыми самки вот постоянно их вылизывают, заботятся, да. Вот. И по щенкам тоже это было заметно. То есть, если мать у щенков очень такая заботливая мамаша, щенки, как правило, более открытые становятся. Вот. Если мать плохо ухаживает за щенками, то щенки могут быть более пугливые. Вот. И, соответственно, когда щенков забирают на выкорм, надо очень много с ними возиться. И именно, ну, не так просто, что они там спят у себя в коробочке, а вы пришли, покормили и ушли. Вот. А именно, чтобы они как-то чувствовали вот это вот все тепло, общение какое-то уже вот на вот этих вот ранних сроках. Также стараться приучать их к шумам разным. Очень хорошо, когда там телевизор громко работает. Мы еще покупаем петарды и где-то начинаем, ну, можно, кстати, даже сейчас уже периодически их начинать взорвать, вот, чтобы они не боялись громких выстрелов, салютов. Потому что, ну, как бы это у собак тоже частая проблема бывает, что они потом как в новогодние праздники гулять не выходят. Забиваются, теряются. Ну, сбиваются, в смысле, под ванную, куда-нибудь под диван. Вот. Либо на улицах срываются с поводков, убегают, попадают под машины. Вот. Чтобы этого не происходило и наши щенки, соответственно, не боялись таких вот моментов, мы их стараемся приучить от самых раннего возраста ко всему, с чем им предстоит столкнуться в жизни. Вот. Потом еще хочу сказать про этих детишек. Ну, девчонка, она такая более крепкая, более крупная, более с хорошим аппетитом. Мальчишка у нас сегодня только хорошо покушал. До этого он очень плохо присасывался, не мог понять. Вот. Ну, и более слабенький. Ну, говорю, сейчас вот прогнали глистов, может быть, дело в глистах было. Если вот сейчас после глистогонки аппетит у него прям упадет, то, возможно, из-за этого. Потому что, ну, вот сколько раньше забирала волчат на выкорм, обычно они как-то очень-очень хорошо берут. Ну, особенно, когда чуть-чуть проголодаются, они, вообще, аппетит у них обычно очень хорошие сочинки, вот, ну, как бы здоровенькие. Вот. Вот. Это вот непоседа такая. Мальчишку там сейчас будить не буду, он у нас во сне куда-то бежит, все сосет. Вот. Ну, вот сегодня он очень хорошо поел тоже малыш. Вот она, чудо-юдо. Так. Ну, и к поездкам тоже, да. То есть, у нас сейчас тоже будут приходить люди различные, фотографироваться со щенками, не знаю, тискаться, кормить. Это тоже нужно для социализации, чтобы малыши не боялись людей. Ну, вот, не пугались их, потому что у меня есть несколько волков, которые очень пугливые, да. Вот. Мы их, там, не было возможности их социализировать, поэтому они такие выросли. И вот, чтобы у этих малышей все в жизни было хорошо, их будем прям стараться-стараться. Эти малыши не продаются, у них уже есть владельцы. Вот эта вот девочка поедет в Англию, да, с белым пятнышком таким большим на груди. А мальчишка у нас для Франции. Вот. Там они будут жить в большой семье волкособов, в просторных вольерах и с хорошим уходом. Да, тютьки мои? Тютьки. Вот. Ну, появятся вопросы какие-то, тоже задавайте. Постараюсь дать максимально подробную информацию о о уходе за малышами, выкармливании. Ну, и вообще, любые вопросы, в принципе, не обязательно про это. Вот. Потому что хочется все-таки сделать канал такой не просто развлекательным, но и полезным, да, чтобы люди могли как-то найти ответы на свои вопросы касательно волкособов, воспитания, не знаю, выращивания, в том числе разведения и так далее. Вот. Я не считаю себя, сразу скажу, там, каким-то профессионалом, да, то есть гуру и так далее, но опыт действительно у меня уже много лет, многолетний, и что-то для себя я, ну, как бы, нашла, выяснила. Вот. И, ну, как бы, я считаю, что сейчас, ну, результаты говорят сами за себя. Вот. Все. Тогда пойду сейчас уже остальных животных кормить. Вот. И буду делать еще всякие интересные ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok